Родился Валентин Георгиевич под Помогов давно, аж в 1924 году, 29 апреля. Жил, творил и состарился в Ереване. И хотя по фамилии, доставшейся ему от польско-украинской смеси, отца, он не армянин, армянкой была мать, сам себя считал не только коренным и реванцем, но и рафинированным армянином. В анкетах дядя Валя писал, национальность русской, родной язык армянский. Нет, не так, не надо, не надо так про Валюшу рассказывать. Давайте так. Это художник от Бога. Никогда, нигде и ни у кого не учившийся. Ну, пошли, поехали. Согласен. По части грамотности наш Валюшка второй Перасманишвили. Однако четырехклассное образование ничуть не помешало ему какой-то период быть главным художником при Ереванском горсовете. А помните, как он делал эскизы к декорациям или картинам? Получив заказ... Получив заказ, он тотчас же пускался в загул. Проходила неделя, другая, месяц. Валя, по его же словам, не просыхал. Это только с твоего ракурса могло так казаться. На самом деле, где-то там, под черепной коробкой, зарождался, обдумывался, шлифовался ключик. Ключ, в котором должен быть решен тот или иной фильм, спектакль. Наконец, где-то за сутки до сдачи эскизов, Валя усаживался за планшет, И композиция легко и свободно проецировалась на картон. Вот в эти моменты он казался гением, Ангелом, Проводником высших сил. Почему казался? Он и был ангелом. Существование в параллельных мирах и общение с высшим разумом Было для него явлением столь же естественным, Как и для всех подключенных гениев и талантов.